Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Кадровый вторник. Президент сменил губернатора Гомельской области и назначил руководителей двух важных ведомств. Если вам удастся создать такую систему регулирования ценообразования в нашей стране. На чем еще акцентировал глава государства. Комбинезоны от кутюр. Славянка шьет крупную партию защитных костюмов для медиков. Поступил срочный заказ от Белметехники. Какой дедлайн? Зимняя арт-галерея. В городе открылась выставка авторской игрушки и живописи. Мы совместили и ватную игрушку, и стиль Тедди. Причем здесь до Винчи. А также обновленная самоизоляция, популярный рейс и горячая ночь. В Бобруйске произошло сразу три пожара. Есть ли жертвы? Кадровые решения президента. Александр Лукашенко сменил одного из губернаторов и назначил руководителей двух важных ведомств. Иван Крупко стал председателем Гомельского обл. исполкома. Ранее он был главой Минсельхозпрода. Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов стал министром антимонопольного регулирования и торговли. Перед ним белорусский лидер поставил четкие задачи. У нас масса проблем, как и в постсоветских республиках. Надо использовать антимонопольные рычаги для того, чтобы как-то подвешивать цены, держать их в приемлемом диапазоне. Понимая, что у нас люди не совсем богатые. Чтобы вот так вот отпустил цены и все будут хорошо жить, они сами по себе упадут. Что-то нигде не падают. Знаете, вот сколько я наблюдаю, нигде не падают, особенно в постсоветских республиках. И так или иначе я за Россией наблюдаю, они научились регулировать цены. Через рентабельность вы пойдете, прибыльность предприятий торговых или еще как-то. Это ваше дело. Хотелось бы, чтобы вы внесли и на мой уровень такие предложения. И я бы кое-чему научился, если вам удастся создать такую систему регулирования ценообразования в нашей стране. В общем, я на вас очень рассчитываю. Надо создать систему. Вот и все. Ее пока нет. Сергей Шлычков теперь председатель Госкомитета по науке и технологиям. Он работал заместителем начальника управления цифровизации и инновационного развития. Поддержка медиков. «Славянка» приступила к пошиву крупной партии костюмов биологической защиты. До конца декабря планируют изготовить 40 тысяч комбинезонов. Также предприятия производят маски. За 2021 выпущено около 2 миллионов штук. Проверила защиту на прочность Ольга Васенда. «Славянка» приступила к пошиву очередной крупной партии защитных костюмов для белорусских медиков. Заказ – 40 тысяч единиц. За смену специалисты производят порядка двух тысяч. Эти изделия пополнят резервный фонд учреждений здравоохранения. Поступил срочный заказ от Белмедтехники на производство комбинезонов биологической защиты. Мы их начали уже производить. И надеемся, что 31 числа, последний день поставки, мы полностью выполним и поставим этот заказ. Только областная медтехника за год приобрела 132 тысячи таких комбинезонов. К пошиву средств индивидуальной защиты фабрика приступила практически с самого начала пандемии. Спецодежду по достоинству оценил медперсонал. Она универсальна, надежна, гипоаллергенна и проста в эксплуатации. Легко поддается стерилизации. На один костюм уходит всего 15 минут. Шьют его из пандбонда. Размерный ряд от 42 до 62. Предприятие производит также маски. С начала года выпущено около 2 миллионов штук. Продукция востребована на внутреннем рынке. Однако есть и зарубежные заказы. По реализации средств индивидуальной защиты швейная фабрика на постоянной основе сотрудничает с 50 организациями. В период пандемии мы как бы помогаем нашим медикам, поэтому выпускаем такую продукцию. Мой поток, который выпускает такую продукцию из 18 человек, в смену может пошить 570 комбинезонов. «Славянка» – одно из крупнейших предприятий лёгкой промышленности в Беларуси. Его производственная мощность – до 600 тысяч единиц готовых изделий в год. От практичной школьной формы до элегантных пальто. Фабрика сотрудничает с модными фирмами Финляндии, Великобритании, Франции и России. К слову, на днях она стала призёром премии потребительского признания «Народная марка». Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Огненная ночь. В Бобруйске горели баня, жилой дом и теплица. В пол первого спасателям поступило сообщение о пожаре на Горького. К моменту прибытия подразделений полыхала баня. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Пострадала кровля, стены и имущество в бане. Предполагаемая причина – нарушение правил устройства и монтажа печей. О втором ЧП в деревне Ламбова сообщила местная жительница. В пять утра горел жилой дом. Спасатели справились с данным пожаром, не дав пламени распространиться на соседние дома и строения. К счастью, в доме никто не оказался. В результате пожара повреждено некоторое имущество, обуглены стены и уничтожена кровля. В пол восьмого утра спасатели выехали в садовое товарищество «Весовщик». Там горела теплица. Пожар быстро ликвидировали. В результате уничтожено покрытие из поликарбоната. Пострадавших нет, причина устанавливается. Популярный рейс, авансовый платеж и детская вакцинация. Минздрав разрешил прививать подростков от COVID-19. Каким препаратом будут делать укол? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минздрав в Беларуси разрешил вакцинировать детей 12 и 17 лет от COVID-19. Родителям или законным представителям необходимо дать на это письменное согласие. В случае, если ребенок переболел коронавирусом, прививать его разрешено не ранее, чем через полгода и при отсутствии противопоказаний к вакцинации. Делать антиковидный укол детям начнут с 27 декабря китайским препаратом «Вероцел». Свыше миллиона белорусов внесли авансовый платеж на общую сумму 42 миллиона рублей. Однако извещения получили больше автовладельцев. Неуплата любого налога, в том числе и транспортного, влечет начисление пени. Ее размер зависит от ставки и рефинансирования Нацбанка. Всего сборы должны будут оплатить 2 миллиона 200 тысяч человек. Белорусская железная дорога назначила еще 16 поездов на новогодние и рождественские праздники. Это связано с увеличением спроса среди пассажиров. Всего БелЖД пустит 83 дополнительных состава по наиболее востребованным маршрутам. В праздничные дни белорусы смогут отправиться также в Москву и Санкт-Петербург. В стране отменили самоизоляцию для контактов первого и второго ковидных уровней. Новые правила начнут действовать уже 22 декабря. Те, кто сейчас находится на карантине, должны соблюдать его до конца. Обязательную самоизоляцию теперь нужно проходить только белорусам, иностранцам и лицам безгражданства с подтвержденной ковид-инфекцией. Уже на следующей неделе у белорусских школьников начнутся зимние каникулы. Они продлятся до 9 января. Учащиеся смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания. Их посетят порядка 60 тысяч человек. Особое внимание специалисту уделяют безопасности. Детям настоятельно рекомендуется не использовать наушники при переходе дорог, а также носить кликеры. Много добрых дел не бывает. Акция «Наши дети» набирает обороты. Сотни малышей по всей стране уже получили подарки. Праздник заглянул и в социальный приют в Михалёво. Представители областного профсоюза торговли приехали к ребятам не с пустыми руками. Шоколад и конфеты, само собой, не обошлось и без сюрприза. В подарок приюту сертификат на приобретение ингалятора в медицинский кабинет. Здесь он будет весьма кстати. Стала уже доброй традицией ежегодно посещать это заведение. Потому что мы понимаем, что детки, вот эти, обделенные вниманием, теплом семейным, требуют или хотят больше этого тепла. Поэтому профсоюзы, мы областная организация, да и все первичные профсоюзные организации в стороне не остаются. Люди добрые, с концентрацией добра в это учреждение приезжают, наверное, больше не по велению долга, а по велению сердца к нашим детям. Поэтому это всегда приятно. И в очередной раз мы рады их сегодня приветствовать. И, конечно же, рады за то, что таких людей становится с каждым годом все больше. В Михалевском социальном приюте проживают 19 детей от 5 до 15. Каждый из них ждет подарок и верит в чудо, что Новый год он встретит в кругу семьи. Большие глаза. В преддверии новогодних праздников Бобруйский выставочный зал превратился в настоящий кугольный дом. Здесь открылась экспозиция игрушек и живописи. Авторы – воспитанники детских домов семейного типа. С секретами мастерства познакомилась Татьяна Горбач. Потрясающие куклы, исполненные с невероятным мастерством и поражающее воображение графика. Все это – экспозиция Натальи Ковалевой и ее учеников, воспитанников детских домов семейного типа и художественного объединения «Довинчи». В зале около 200 работ. Каждая из них неповторима. В глубине под ресницами и белоснежными лицами свой характер, стиль и даже эпоха. Эта выставка была организована, чтобы показать работу юных дарований Белоруссии нашего города Бобруйска и дать стартовую площадку для неизвестных молодых художников. Трогательные, грациозные и смешные. Разные техники, как на ладони. Лепка из глины, ватная папье-маше и отливка жидким фарфором. За каждой куклой кропотливая работа. На создание одной уходит от трех месяцев до года. Мастер одновременно модельер, скульптор и даже режиссер. Художник придумывает образы, оставляет частичку своей души, а дальше творения живут своей жизнью. Это будуарная кукла-болтушка. Все части тела подвижны. Элементы проработаны мастером до мелочей. Волосы сделаны из шерсти. Лицо расписано вручную. Обувь изготовлена из кожи. Легкие, светлые, наполненные белорусским колоритом, графические работы завоевали сердца строгого жюри на международном конкурсе в Токио. Взяли первые и вторые места на Ассамблее искусств России и Беларуси. Плюшевый мир и мишки Тедди также собрали своих поклонников. Родные для каждого – символ детства и талисман поколений. Изюминкой экспозиции стала оригинальная коллекция сказочных монстров. Никто бы не догадался, с чего оно сделано. Оно сделано из ваты. То есть мы совместили и ватную игрушку, и стиль Тедди. Меховое туловище. И если этого малыша потрогать, он очень жесткий, такой плотный, неломаемый, самое главное. Помимо авторских кукол на социалистической стоп представлена коллекция праздничных открыток. Их более 350 – черно-белых и цветных. Карточки словно напоминают счастливые моменты беззаботного советского детства. Самое раритетное – 65. Время работы выставочного зала – с 10 до 19. Понедельник, вторник, выходной. Новогодняя сказка здесь продлится до 23 января. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!